Итак, дорогие друзья, продолжение следует. Мы с вами шьем рубашку, вернее делаем выкройку на рубашку 50 размера, беленькую, да, красивую. Вот мы построили в прошлый раз полочку и спинку, договорились с нашей проймой. У проймы появились вот такие, вот видите, от наших мерочек мы отступали. Это прибавка на ширину спинки и прибавка на ширину передней половинки, да, проймы. Видите, вот эти вот расстояния. И удлинили мы немножко плечо на 2 сантиметра, судя по всему, и договорились о том, какой у нас будет нижний уровень проймы. Вот она у нас такая с вами нарисовалась. Сейчас надо по построенной пройме построить к ней рубашечный рукав. У любого рукава, вы знаете, есть две характеристики. Высота оката рукава и ширина рукавчика. Так чем отличается рубашечный рукав от рукава? Есть еще высота от вточного рукава. Возвращаемся к этой теме. Смотрите. Для того, чтобы определить высоту оката рукава рубашечного, нужно нам найти вертикальный диаметр уже нарисованной и построенной проймы. Для этого нужно соединить точки P1 и P2, найти середину этого отрезка и середину этого отрезка соединить с боковым швом. А боковой шов это у нас вот эта точечка. И сколько у нас тут получится сейчас мы измерим? И измеряем очень аккуратно. Так. И вижу я, ну скажем, 18 сантиметров. 18 с половинкой вижу. Допустим, вижу я 18 вот так вот сантиметров. Это вертикальный диаметр пройма. Значит, давайте вот на этом листочке уже будем писать характеристики. Хотя можно писать и вот тут. Вот тут можно писать, да? Итак, смотрите. В, Д, П. У нас вот этот вот вертикальный диаметр пройма рубашечного рукава равен 18. Так вот, высота оката рукава, тоже для рубашечного, должна быть меньше или равна 2 третий В, Д, П. То есть, подставляем наши числа. 18 разделить на 3 будет 6 умножить на 2, получается 12. То есть, меньше или равно должно быть 12. Сейчас посмотрим, что мы будем выбирать. Вот это то, что нам надо знать. Теперь, длина передней половинки проймы, полочки, я измерила длину от точки П1, вот так вот по этой части, до нижней точки проймы. У меня получилось 25. Я измеряю также длину задней части проймы от П2, вот так вот так вот так вот так, я измеряю длину до бокового шва. Соответственно, у меня тоже получилось 25. Если у вас получается вот здесь на спинке 24, меньше, чем на полочке, вы поправляете эту картинку. Каким образом? Можно вот эту точку поднять, можно вот сюда немножко расширить, сделать как бы какую-то ластовицу, можно вот здесь наоборот эту опустить, или тут опустить, тут поднять. Любым способом балансируйте вот эти точки, чтобы длина передней половинки проймы у нас была такая же, как длина задней половинки проймы. Допускается, что задняя половинка проймы побольше будет на сантиметрик. На сантиметрик, на полтора, но не делайте расхождение круче, потому что получится опять дисбаланс, и получится не очень-то красиво. Ну а в идеале, когда они у вас равны, то есть стремитесь к тому, чтобы они были у вас равны. Итак, нужные нам характеристики с проймы мы считали, поэтому убираем пока ее в сторонку, начинаем работать с рукавчиком. Опять строим линию низа рукава. Выберу карандашик, хоть он и пачкает, но он пожирнее, чтобы вам было повиднее. Пользуюсь моментом, пока на улице светло. По крайней мере, вот что-то тут видно, я могу вам побольше сегодня снять. Это низ рукава. А длина рукавчика 56. Смотрим на 56. Откладываем 56. Перпендикуляр, да? Но мы же удлинили свой рукавчик на 2 сантиметра, да? Вот здесь вот, плечо вернее. Значит, от 56 надо 2 сантиметра отнять. Вот эти 2 сантиметра я уже вот сюда вот ставлю. Это у меня будет точка О. Затем я от точки О должна отложить высоту оката рукава. Она должна быть меньше или равна 12 по отношению к вертикальному диаметру проймы 2 третьих и больше. Смотрите, какая закономерность. Я могу выбрать и 12. Рукавчик будет не слишком-то широкий. Да, получится. Могу выбрать 10. Он у меня получится более широкий. Давайте проэкспериментируем и выполним разные варианты. Что будет меняться из-за того, что я выберу 12 или выберу 10, или выберу 8, или выберу 5, или выберу 4. Меняться будет наличие залома. То есть, чем меньше у меня будет высота оката рукава вот здесь, тем круче будет вот здесь залом. Тем сильнее будет он виден, тем больше будет напряжение в верхней части. Потому что наличие залома – это всегда главная характеристика рукава рубашечного. Как только вы видите, то есть покрой рукава у вас рубашечный, как только вы видите вот эту складочку, вот этот залом, видите тень какая-то, напряжение возникает. Это говорит о том, что вертикальный диаметр проймы больше и значительно больше, чем высота головки рукавчика, чем высота оката рукава. Вопрос на сколько? И вот это вы должны уже решать для себя самостоятельно. То ли так, то ли так, то ли иначе. Значит, логика только в том, что 12 – это как бы пограничное такое значение, и такой рукавчик будет у вас очень походить на вточной. А если вы сделаете меньше 12, чем дальше вы от этой цифры будете отходить, тем он будет больше иметь этот залом, но рукав будет шире при этом, и он будет более… Да, залом появится, но комфорт за ним следом тоже появится. А нам бы, конечно, как всегда хотелось, чтобы и заломов не было, и комфорт был большой. То есть и залома нет, и рукавчик при этом широкий и удобный, и еще и никакой посадки нет по окату рукава, потому что это тогда вточной рукав. А у рубашечного рукава посадки по рукавчику нет совсем, поэтому мы измеряли длину проймы. Сейчас мы это все проделаем. Итак, мы выберем с вами… Не то, не сё. Нет, 12 – это пограничное значение, рукавчик будет похож на вточной. Давайте выберем 10, посмотрим, что из этого получится. Значит, от точки О откладываю вот сюда 10 сантиметров. Точка О1. Через точку О1 провожу просто горизонтальную вот такую линию. Провела произвольно. Теперь берем в руки циркуль. Так как у нас нет посадки по окату рукава, длина передней половинки проймы должна совпадать с длиной… Вернее, оката рукава должна совпадать с длиной передней половинки проймы. Начинаю торопиться, начинаю произносить не те слова. Не надо торопиться, правда? 25 сантиметров берем. От точки О в этом направлении отложим 25 сантиметров. Вот куда мы пришли. Много. Так, а если здесь у нас тоже 25, значит, мы берем от точки О, вот сюда тоже откладываем 25 сантиметров. Вот куда мы пришли. Значит, здесь у нас получилась точка А, а здесь у нас получилась точка В. Ширина рукава под проймой АВ для вточного рукавчика должна была быть 30 плюс минимум 6. А у нас что получилось? То есть 36. Сейчас проверимся. Вот смотрите что. А у нас получилось целых там 47 сантиметров. 47-46. То есть маленькие циферки, меня не контролируйте вот по этим цифрам, потому что у вас сантиметровая ленточка и нормальный масштаб будет все гораздо лучше. Этот прыгнул, радиус не точно показал, карандаш толстый, цифру видно плохо, я плоховато вижу. То есть не гонитесь за цифрами, мои хорошие, помогите, научитесь видеть и разбираться в сути. То есть видите сколько АВ в моем варианте оказалось 46 сантиметров. Понимаете? Вот и все. Вот вам ответ на вопрос, почему рубашки и рукава так популярны и почему они удобны и комфортны. И почему у мужской рубашки, если он снимет у вас мужчина пиджак, вы видите всегда этот залог. И там высота оката рукава доходит до 5 сантиметров, а то и меньше. А мы выбрали с вами 10. Если бы мы выбрали с вами 12, то наш рукавчик был бы немножко поуже. Давайте сделаем 12, посмотрим что из этого получится. Значит если мы выбираем не 10, а мы выбираем 12, да, то смотрим где у нас получаются вот эти засечки. Они у нас вон где получаются, смотрите. И рукавчик идет уже поуже. Так, и ширина рукавчика в этом случае у нас получилась. Сейчас померяем сколько. Так, вот уже 40, 45 сантиметров, 44 почти сантиметра. То есть понимаете, и это уже как бы больше к телу понятно. Давайте остановимся, ну предположим на втором варианте. То есть мы выбрали здесь, мы выбрали что? Мы выбрали вот здесь 10 сантиметров, так, так. И отсюда следует, и при этом АВ у нас стало 44, 40, ну давайте 44 напишем, 45 сантиметров. 44 сантиметра. А прибавка к обхвату плеча, 44 отнять 30, оказалось 8. Вот вам и характеристика рубашечного рукава. Почему я пошла на это? Потому что я все время стараюсь не делать каких-то крайностей. То есть я стараюсь и красоту сохранить, чтобы залома было меньше. И рукав сделать комфортным, удобным, таким, чтобы и лишнего объема, чтобы при этом не было. Понимаете, вот поэтому я что-то меняю по ходу построения, чему и хотела бы, чтобы мобильным ваш мозг был. Чтобы вы все время искали вот какие-то ответы на свои вопросы и приближались именно к тому, что вы хотите. Так вот я хочу сделать без лишних заломов, без лишней какой-то слабины вот такой рукавчик. И поэтому я от 10 отказалась, выбрала 12 и строю рукавчик после этого дальше. Соединяем, как всегда, вот эти точки. Не нашла я свое лекало здесь, осталось на Динамо. Будем рисовать от руки. Ширина рукава внизу. Ну, во-первых, надо сказать, что сантиметра 4 вам нужно взять на манжет. Нужно. Поэтому от линии низа 4 сантиметра можно убрать. Но с другой стороны, какой-то сантиметр, полтора, а то и два вам нужно оставить на напуск. Вы этого еще не видите. Может быть вам захочется, чтобы был напуск. Поэтому не 4 сантиметра буду убирать из длины, а буду убирать 2 сантиметра с длины. Видите, поднялась, да? То есть 4 сантиметра манжет. Я выбрала, да? Но отодвинулась все-таки с длины, сняла не 4, а сняла только 2, чтобы был напуск. И выбираем ширину внизу. Внизу 3 сантиметра пойдет на полузамос. Вот от этой мерочки, чтобы застегнулись наши манжетики. И плюс сантиметра 3, скажем, пойдет у нас на складочку, которая вот здесь вот будет жить. Вот на этом месте живет складка, да? Чтобы была какая-то слабяная свобода. Поэтому к 22 мне надо прибавить 3 и 3, как минимум 6 сантиметров. Значит, получится 22 плюс 6, получится 28. 28, то есть по 14. Ну, давайте 30 даже возьмем. Пусть немножко будет посвободнее. Если что, мы потом с вами это все подкорректируем. Ну, 30 сантиметров получилось. Значит, рукавчик у меня будет выглядеть вот так. Сторона рукава сюда. И стороны рукавчика сюда. То есть я рассчитала, еще немножко добавила, потому что у меня есть примерка. Давайте сразу с низом рукавчика разберемся. Так как у нас вот здесь будет застежка по задней половинке, вот у вас задняя половинка. Вы делите вот эту величину пополам и поднимаетесь наверх сантиметров на 7, на 10, на 12. Вот я сколько есть? На 10 поднялась сантиметров, да? И это будет у вас место для разрезика. Опускаетесь вот здесь сантиметрика на полтора и оформляете с таким прогибом линию низа рукавчика. Вот так выпукла. И на серединке передней половинки вы делаете тоже, находите серединку, на полтора поднимаетесь вверх и оформляете свой рукавчик. Впереди покороче по переднему локтевому срезу, а на спинке подлиннее. Вот так мы закончили оформление линии низа рукава. Ну и там пришивается такой манжетик. Манжетик какой у нас будет? 4 сантиметра. Так. Вот он будет 4 сантиметра. Это он будет в ширину. А в длину какой он будет? 22 плюс 3. 25 обычно сантиметров делается. Вот 25 я чуть-чуть не дорисовала. Вот так вот. 25 плюс 3 сантиметра на пуговочку, полузанос, на застежечку, если он у вас с манжетиком. Вот эти 3 сантиметра это будет полузанос. И петелька у вас будет выглядеть где-то примерно вот так. Вот такое мы сделали. А здесь уже здесь вы заложите какую-то слабину на вот эту вот складочку. И возвращаемся к нашему окату рукава. Окат рукава строится очень просто. Итак, здесь та величина, которая находится у нас вот здесь. Они равны. Здесь та величина, которая находится равна длине задней половинки проймы, чтобы не было заломов. А дальше все как обычно. Мы делим переднюю половиночку пополам. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры. Но если в обычных рукавчиках мы восстанавливаем 2 и 2 на передней половинке, то здесь, возможно, понадобится сделать чуть-чуть поменьше. Заднюю половинку рукава мы делим на 3 части. Вы помните, да, как я строю рукавчики любые? На 3 части вот так разделили аккуратненько. В нижней трети поставили точку 2. И из середин полученных отрезков восстановили перпендикуляры. В нижней части 1,5 вниз, в верхней части 1,5 вверх. Берем вот так линеечку. Перпендикулярчики соединяем между собой. И дальше оформляем с помощью лекала, которого у меня сегодня нет. Ну, извините, рисую от руки. И здесь уже просто смотрите по какой-то чутье у вас должно быть, чтобы выгрызов не было, чтобы... Я сейчас сначала штрихами нарисую. Ну, вот, как-то мне удалось, да? Вот так, вот так, вот так. Ну, вот. Получилось довольно прилично. Покасательно ушли сюда. Вот получилась довольно приличная такая, так сказать, головка окат и рукава. Ну, собственно говоря, и все. На этом можно нам и закончить построение нашей выкройки. Так, что там еще осталось? Воротничок на отрезной стойке. Ну, мои хорошие. Пожалуйста, найдите эти воротнички на моем канале. Вот в этом вот уроке моей жизни, да? Там есть очень много воротнички. Там они хорошо даются. Манжетик очень простой. Что еще тут мне, может быть, добавить к этому рукавчику? Не обязательно. Вот иногда эту линию я не оформляю такой вот прямой, да? Можно сделать вот такой прямой. Я могу ее сделать с выборкой. Когда рукава очень сильно широкие, а чем меньше вы будете брать высоту оката рукава, тем они у вас будут все шире и шире получаться. Я ее делаю вот с таким, например, прогибом. Могу сделать вот с таким прогибом, чтобы здесь уже подойти к линии низа более спокойно. И такой же принцип, в принципе, будет использоваться для той шубки, которую у нас Таня показала нам, да? Где был спущенный рукавчик и вот такой вот видно было, что там сделан рубашечный рукав. По крое был рубашечный рукав. Имя тоже, тот же самый, коротенькая такая вот курточка у нее была из ткани, бомбер, не бомбер она, забыла, ну неважно как называется. То есть многое из того, что было там у нее на картинках, оно строится вот по такому принципу. Главное взять другие прибавочки, чтобы вы не были это все обужено. А если у вас плоский крой, строится вот такая вот какая-то конструкция. Ну и повторяю еще раз, это сработает у вас хорошо, только тогда, когда вы, только тогда, когда вы, мои хорошие, сделаете, сделаете, давайте я вот так вот обведу. Ваша фигурка не будет перегибистой и с большой грудью. Потому что если она будет перегибистой и с большой грудью, у вас все равно будут неизбежны вот эти самые заломы, которые, конечно же, вас не устроят в конце концов. Поэтому, выбирая себе тот или иной путь, вы всегда должны идти, как говорится, с открытым забралом и очень точно понимать, что за этим следует. Вот это обязательно контрольная точка, это птичка. Так, ну вот, мои хорошие, на этом мы эту тему закончили. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Смотрите, что, задавайте их. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и принимайте участие в поддержке нашего канала. В следующий раз, время сегодня уже вышло, я немножко, буквально, несколько слов вам расскажу, как вот сюда на ткани уже подрисовать так называемую вот эту супатную застежку, чтобы у вас тоже выглядело все это прилично и сразу, и это делается только сразу на ткани. Итак, всего хорошего. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует...